Люди, которые стоят с расслабленными плечами, имеют расстояние между нижними углами лопатки равной длине ости. Вы рисуете ось, рисуете ось и между нижними углами рисуете такое же расстояние. Три равных расстояния. Две треугольные структуры. Тут они спускаются вниз, потом прямая плоскость и уходят вниз. Если взять территорию соска и территорию заднего угла лопатки, они насквозь очень похожи друг на друга. Лопатка будет чуть-чуть выше и чуть-чуть ближе. Но по сути своей это такое квадратное пространство. Представьте себе кубик, центр, деревянная ямка, шея и с обратной стороны здесь будут лопатки, ключица, аккормион, ось лопатки. В результате получается, что к этому кубику представлен вот такой треугольник. Вот та структура человеческого тела, чтобы легко рисовать его пространство. Если рисовать лежащую фигуру, кубик, сосок и сосок, лопатки вниз, шея сюда. Почувствуйте, насколько ключица, насколько лопатки отодвинуты, чтобы увидеть вот эту массу руки, которая сюда подложена. Это будет спина. Нарисуем две линии вверх, линии в сторону. Мы получаем объемную схему треугольника из усеченных краев. У лопатки есть нижний угол и верхний угол. Добираясь до верхнего угла лопатки, мы проходим через ось. Ось, если верхний угол лопатки не видно, то вот эта ось легко находится. Она никогда не зарощена. Мышцами они прицепляются сверху и снизу к этому пространству. Все края лопатки потолщены, а центральная часть потоньше. Край ости лопатки будет выступать. Ось лопатки тянется к наружному краю и заканчивается в виде крючка расплющенного часила. Он движется вперед. Называется аккормион. Если трогать наружный край аккормиона, получите всю наружную поверхность плеча. Когда вы дотрагиваетесь до плеча спереди, вот здесь, это лопатка. Получается, что лопатка не только сзади, но и спереди. Верхняя костная часть, надосная ямка, такое углубление внутреннее. И ямка под костью. Она очень значительная подосная дымка. Этот край получил название позвоночник, потому что идет вдоль позвоночника. Хорошо заметен, особенно у худых людей. Это подмышечный край лопатки, потому что под мышцами. Он достаточно мощный, утолщается и переходит в плоскость для сочленения плечевой костью. Это суставная поверхность, чуть-чуть развернута вперед. То есть, если смотреть на нее со спины, то она вот к нас чуть уходит. Весь подмышечный край лопатки, защищенную упадину мы практически не видим. Мы видим только этот наружный край. Аккормион защищает плечевой сустав от воздействия на него сверху. Если рассматривает лопатку сбоку, это впадина. Не совсем круглая, она капелькой выглядит. От нее спускающийся край всей толщины. Ости. Суставная поверхность. Нижний угол лопатки. Ось, которая исходит из этой точки. Отодвигаясь в сторону, создает петлю. И аккормион зависает над этой поверхностью, защищая ее. Территория ключицы. Мы ее сзади не видим. Уголочек, который здесь появился, будет уходить вниз. И ключица будет находиться здесь и здесь. Длина ости и длина ключицы очень похожи друг на друга. Небольшой сдвинуться. Если ключица насквозь приходит в эту часть и заканчивается здесь, то лопатка начинается дальше благодаря аккормиону. И уголком тоже сдвинуты в эту сторону. Это если мы сверху смотрим. Крудная клетка с первым ребром. И лопатка у нас лежит вот здесь. Доходит к аккормиональной плоскости. Создает наступающую ось, защищая плечевую часть. Люди, которые стоят с расслабленными плечами, имеют расстояние между нижними углами лопатки, равное длине ости. Вы рисуете ось, рисуете ось. И между нижними углами рисуете такое же состояние. Три равных расстояния. Две треугольные структуры. Тут они спускаются вниз. Потом прямая плоскость уходит вниз. Конечно, эта плоскость не прямая между лопатками. Это углубление вниз. Но если очень много внимания уделять рисованию этого углубления, яма получится вместо выпуклой спины. Когда вы надеваете майку, форма здесь плотно прилегает к лопатке. Потом натягивается, игнорируя углубление. И уходит вовнутрь. И при рисовании лопаток нужно делать то же самое. Лопатка не прикреплена к позвоночнику. Она прикреплена к ключице. Поэтому лопатка, которая лежит на грудной клетке, свободно скользить по ней, повторяет ее движение. Если сдвинуть лопатку или поднять ее вверх, то кроме он, прикрепленный к ней, поднимется вверх. Ось, которая была здесь, теперь будет стоять вот таким уголом. Вот угол сместится. Такой угол мы сюда переносим. Наружный угол увеличит свое движение еще больше. В результате вся лопатка оказалась наружу. Когда человек поднимает руки вверх, нижние углы лопаток очень активно расходятся в стороны. Они доходят до территории грудной клетки и даже выходят за ее территорию. Настолько они свободны. Соответственно, когда вы двигаете плечи назад вовнутрь, нижние углы лопаток могут сомкнуться друг с другом. Лопатка может переместиться сюда вниз, если вы двигаете ключицы в другую сторону. Подвижность лопатки невероятная. Одна рука вот так прямо, вторую он поднял вот этот угол лопатки. будет оставаться на месте. А этот угол лопатки будет вот здесь и вот здесь. Вы не найдете ее вот в этом месте, где она должна быть. В этом месте останется выход заднего угла ребра, поворот и угод вовнутрь. Нужно проимитировать территорию этого объема, понимая, что лопатка ушла вот сюда в сторону. Если же вы погонитесь за изображением этой точки, вся ваша фигура будет перекошена. При таком положении вы вынуждены отрисовать этот край и потом показать смещение лопатки. Когда рука поднимается вверх, лопатка начинает смещаться со своего места, только если плечевая кость упирается в окромет. Рука дальше самостоятельно подниматься не может. До какого-то момента, пока движется рука, лопатка не двигается. Когда рука перешла в пульс 90 градусов, подцепляет лопатку и начинает ее за собой тянуть. Человек может поднять руки в сторону, и лопатки все еще будут находиться на месте. Но стоит человеку чуть-чуть толкнуть руку выше, чем 90 градусов, угол лопатки тут же будет смещаться. Чем выше вы будете поднимать руку, тем сильнее угол лопатки будет смещаться. Если потянуть плечи вперед, то лопатки начинают расходиться в сторону. У людей, которые сутулятся, лопатки всегда будут сдвинуты. За счет этого вы увидите краешки ребер, которые будут находиться с этой стороны. Лопатки будут перемещаться, в зависимости от того, насколько вы стеснительны или не уверены в силе. Борцы очень часто сутулятся вот так вперед, потому что имеют очень характерную структуру. Не путайте смущенного человека борца. Плювовидный отросток уходит вот сюда вверх. Его не видно с точки зрения рисования, но от третьего, четвертого и пятого ребра малый грудной мускул поднимает сюда вверх, мышечными пучками бьет в территорию подключичной ямки и рядом с ней прикрепляется клювовидному отростку. И для того, чтобы лопатка смещалась вверх, грудной мускул из-за этого клювовидного отросток тянет. Очень характерное движение лопатки вверх, вверх позвоночника. Большой грудной мускул прикрепляется к плечевой кости. Система перекрещивания. Один будет двигать плечо, другой – к лопатку. Надосный мускул лежит в этой части. Он, проныривая углубление водокромионом, приходит к поверхности плечевого сустава, прикрепляется к нему и к плечевой кости. Когда вы поднимаете руку вверх, поднимает руку, помогает дельтовидному мускулу. Подосный мускул занимает эту территорию достаточно объемной, крепится к задней поверхности плечевой кости. Вот такой массив мышечный. Если вы подняли руку вверх, она потянет ее вниз. В обратную сторону будет взаимодействовать. Помимо этого, ей назначена функция вращения. Подосный мускул вот в этой части. Раз – точка крепления, два – точка крепления. Он провернет плечевую кость вот так, по кругу. Такое движение делает закрос подосный мускул. Ручки разводят в сторону. Малый круглый мускул выполняет ту же самую функцию. Он очень на него похож. У него отдельный мышечный пучок, отдельное место прикрепления вот в этой территории. Частично подосный мускул ослаивается на него. Когда он максимально напряжен, рука отведена. Вот здесь возникает кругленькая шишечка, которую вы можете увидеть. Она очень хорошо заметна на поверхности. Под ними большой круглый мускул прикрепился к нижнему краю лопатки. Он прикрепляется вместе с широчайшим мускулом спины на передней поверхности плечевой кости. Он начинается на задней поверхности и потом, подныривая под плечевую кость, уходит за ее территорию. В этой части появляется мышечный шарик. Она поэтому получила название «малый круглый большой круглый мускул». Здесь образуется вот такой промежуток, такая вилка. Именно в этот промежуток и ныряет рицепс. Одна часть прикрепилась к ключевой кости, другая к основанию лопатки. Подосный и малый круглый мускул заставляют под себя поднырнуть рицепс. А большой круглый мускул вместе с широчайшим находится под объемом рицепса. И широчайший мускул, и большой круглый мускул вместе делают обратные действия. Попускают руку вниз, еще и вращают в другую сторону. Пучок, находящийся вот здесь, вращает руку в одну сторону. Пучок, который находится ниже, в другую сторону. Переисуем тело, трапецию, седьмое шейное позвонок. И дельтовидный мускул начинается весь от нижнего края ости лопатки. Дельтовидный мускул перекроет всю суставную поверхность, которая здесь есть, и спрячет ее от нас. В верхней части прикрепляется трапециевидный мускул. Захватывает этот край, лопатка спускается вниз, и к двенадцатому позвонку, грудному уходит вниз вся эта территория. Трапециевидный мускул. Трапеция и дельта оставили костную структуру, мы на нее будем ориентироваться всю оставшуюся жизнь, пока рисуем человека. Всю эту красоту по большей части перекрывают дельта, спускаются сюда вниз, идет наружные поверхности речевой кости. Вся эта территория оказалась перекрытой этой массой. С этой же стороны ложится трапеция, перекрывает это в краешек, а здесь перекрывает широчайшие мускулы. В результате у нас остался вот такой треугольник. У людей, которые хорошо подтягиваются на турнике, вы можете увидеть деление. Раз, два, три. Если человек не очень активно подтягивается, соответственно, эта масса не будет видна.